Добрый день, дорогие друзья! 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 тоже грандмастер. То есть, по факту, вся Япония грандмастер. Но я кое-что знаю, ребят. Знаете, что я знаю? А, вот я вам не расскажу. Да нет, на самом деле расскажу. Японцы всегда в Соло Ку были потрясающие. Я не знаю, сколько раз они приезжали на этот чемпионат мира, сколько раз я в них верил, не верил. Они всегда показывали великолепное Соло Ку. Всегда добирались до Чалика и до... Ну и выше там держались в этих топовых позициях. Но как команда они постоянно проваливаются. Я думаю, у них проблемы с тренером, с анализами... Анализами, блин. с анализами матчей, которые есть. Гаджет, да. Гаджет тоже висел там высоко. Рэйнбоу Севен должны будет сегодня выиграть. Супермассивы Турция. Ну, просто классика. Турецкий коллектив гораздо сильнее, гораздо опытнее, нежели бразильцы. Тем более, что бразильцы вчера так отвратно отыграли с такими слабыми медленерами Адыкерри. Ловить им на этом чемпионате нечего. Вряд ли за один сегодняшний вечер или за одну вчерашнюю ночь они могли исправиться. Так что Супермассивы их выиграют. Юникорнс и должны будут победить сегодня в В3. Если мы не выигрываем их, то нам делать на этом чемпионате нечего. LGD реабилитируется и выиграют Рэйнбоу Севен. После этого я считаю, Юникорнс одержит победу над ПСЖ. Только тут никому не говорите. Хайпим СНГ. Супермассивы проиграет команде Мэд Лайонс и Тим Ликвиды выиграют у команды ЛГС, то есть у команды Легаси. Легаси сегодня играет всего лишь одну игру. Приходит в самом конце. Вчера Легаси выступили в чемпионате с одной победой. Сейчас они будут бороться с командой Тем Ликвид за первую позицию на чемпионате. Я не думаю, что океаническая команда может бороться против команды Тем Ликвид. Если честно, за вчерашний день мне дико понравилось, как сыграла команда Тем Ликвид и ПСЖ Талон. Но ПСЖ Талон, откровенно говоря, играли против беззубой команды LGD Gaming, которая ничего не делала кроме двух темфайтов, которые они проигрывали, потому что они даже не пытались в них сражаться. Они просто пришли, постояли, такие А, блин, у нас Орн улетанул. Ну, что поделать? Ладно, мы проиграли. Когда они побеждали команду Rainbow Seven, Rainbow Seven выкидывали, выкидывали и выкидывали. То есть там даже не было это матчем. Это сколько они там? 27 килов на 8 сделали, но это даже не смешно. При этом ПСЖ Талона по объектам работали крайне плохо. К чему я это веду? К тому, что я думаю, у команды Unicorn Soft Love очень хорошие шансы сегодня сделать себе 2-0. Особенно после вот этого подъема настроения у команды ПСЖ Талон. Ведь они сейчас понимают, что они сделали 2-0. Будут пытаться сделать себе 3-0, конечно же, но моральный подъем уже не такой высокий будет. Так как они уже сделали задачу минимум и знаете, на задачу максимум там нужно уже превозмогать. А вот это уже вопрос. Смогут ли они? Ну, вот такой у меня prediction. Еще раз вам его покажу. Смотрим в прямом эфире. В 11.00 по Москве стартуют первые матчи. Ну и заканчивается все это глубоким уже вечером, где-то в районе 7 вечера. Учитывая, что вчера каждый матч чуть ли не по полтора часа шел. Так что давайте, ребята, увидимся в прямых эфирах. Всем пока, всем счастливо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и ваш комментарий оставляйте, чтобы эти видео продвигались в массы. Пока-пока. А, да, кстати, я в розовом сегодня. Ну так просто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok